здравствуйте дорогие друзья не стоит удивляться с вами снова и дарт петер и фирма peterson я не планировал это видео правда но вы знаете когда у меня появляется свободное время немножко до вечера то есть мы с вами еще встретимся сегодня 18 часов по москве вы помните да будет у нас такой фото посиделкины будут посидим поговорим есть пару тем которые хотел бы с вами обсудить и заодно я говорю в начале будет обзор стоп-мошен там не немножко еще по прислали но не столько сколько хотел но прислали так вот о чем я ребят о том что вы пишете что эдуард за тобой не успеть естественно ребят понимаете тут две вещи играют роль первое что во первых это моя профессия а фотографировать во вторых это мое хобби фотографировать из третьих я на пенсии то есть мне не надо ездить на работу я из двери в дверь и я на работе поэтому это время экономится я говорю что я тороплюсь жить жить интересно и тороплюсь фотографировать и тороплюсь делиться с вами у вас не у всех это возможность есть кого-то работа дает кого-то нелюбимая работа дает но скажите мне вот когда вы с работы приходите с надоевшие что вам хочется делать ну хобби конечно чем-то таким заняться что интересно у каждого на свое так вот у меня меня хобби это фотография и она же работа поэтому естественно за мной не успеете но как бы откладывайте про запасы дело в том что я много раз говорил что ребята вы это пожалуйста скачивайте видео то по мере возможности потому как любой момент может что-то произойти вот сейчас глупость произошла абсолютная глупость робот который прочесывает картинки на ю тубе наткнулся на мои абрикосы они ему показались там попой я не знаю или титей но во всяком случае меня монетизация отключили и потребовали значит объясниться если я не согласен с тем что робот меня значит определил негодные для рекламы видео это не все вот это видео то подать на вручную это проверку сделать ну хорошо потому что там фото посиделки у нас с вами как раз шло там про эти абрикосовые дни но я и поставил теперь они мне отвечают что для того чтобы мы мануально это проверили надо как минимум тысячу там просмотров ребят там сейчас по моему 600 вы придите покликайте им там в конце концов пусть проверят мануально и подключат меня назад это я говорю к тому что не столь важно сколько там ну сколько там может одно видео заработать ну пускай 70 центов самое большое 2 евро в месяц она может заработать да это ерунда и то не всегда но дело в принципе дело в том что действительно когда ты делаешь все честно все делаешь хорошо никакой музыкой чужой не пользуешься контентом чужим не пользуешься делаешь никакие сексуальные никакие там картинки не ставишь для привлечения потом заголовки не делаешь такие что все в шоке то что открыл этот фотограф поразило весь мир допустим да можно что писать получить кучу негатива но продвижка пойдет не в этом дело ребят то есть это небольшое отступление я хочу вам сказать о том что после того как я сфотографировал колечки отправил заказчику сейчас извиняюсь немножко свободного времени и поэтому я решил но почему бы в копилочку положить может быть что-то мы делали схожие но это были биться допустим да а теперь я попробовал эту же схему на колечках и мне кажется она получилась удачно и я хочу с вами этим поделиться хорошо ну давайте вам покажу схему еще раз то есть у меня стоит lightbox которую до этого не применял ни разу стоит колечко она стоит на какой-то странной подставке да ребята не что иное как известные фирмы резалка не резалка она делает дырки в мясе в бифштекс допустим делать такой проби пробивает она там вместо того что молотком вот можно эту ручку нажать и она будет там клине выскакивают клинки и пробивает разрыхляет так сказать а вот эта штука у него позолоченная точно позолоченная почему потому что это это осталось у меня после того как мой заказчик меня немножко обул но я обул на пару таких его изделий так остались оба довольны теперь вы видите у меня заходит вот эта вот закрывашка с дырдочкой вот она это не что иное не спрашивали да как полупрозрачный такой пластик вот он где-то я думаю два или три миллиметра но тут в общем то можно чем-то другими обойтись я думаю тоже допустим на рамку тоже кальку натянуть сделать там дырку и такую же систему то есть у меня между двумя штативами труба и по этой трубе ездит очень удобно очень быстро так что у меня вот этот вот стоит но всего на 2 и не играет большую роль и но на всякий случай его подключил чтобы он эту стенку освещал самое главное это вот этот вот это вот дает то есть он светит вот сюда делает большое пятно и тогда там хорошие изображение получается так и здесь основном не видите стоит передачах это с правой стороны освещает вот эту штуку бок кольца единственное что мешает это не не разрешается убирать этикетки потому что по правилам и б и б как ты только убрал этикетку на том все она уже не считается новой поэтому у меня такая просьба от заказчика чтобы я ему в этом плане помог заказчиком является мой турецкий друг юмид я может быть уже рассказывал про него что этот заказчик он не просто мне заказчик мы с ним дружим и тем не менее с него беру хорошие деньги почему потому что чтобы он мне не был мне морально должен и чтобы я с полной отдачи на него работал так должно быть так вот почему у нас дружеские отношения да потому что во время я нам рассказывал время одного заказа я сломал ногу сломал ногу прямо в студии запнувшийся штатив и рядом стояла камера выбирал между ногой и камера выбрал ногу упал на штатив нога подвернулась и сломался я не смог работать две недели там операция была 8 группов не закрутили но не в этом дело дело в том что когда юмид об этом узнал он не менее не спрашивая взял перечислил мне просто 400 евро ничего не требует никаких гарантий ничего то есть он знал о том что мне надо оплачивать и был конец месяца мы с ним уже на эту тему разговаривали взял просто так 400 евро переслал я не могу тебе сейчас сразу отдать потому что я в больнице это вообще не играет никакой роли главное чтобы у тебя все было хорошо и поэтому я для него всегда стараюсь сделать как можно лучше но в последнее время он хочет еще лучше чем я стараюсь поэтому у нас небольшие неувязки с ним и для этого я ему отсылаю на проверку вначале и только потом выписываю ему счета я понимаю он озабочен тем что у него упали продажи он пытается за счет картинок выехать ну это не всегда с китайскими изделиями помогает не всегда но я выведу выше других конкурентов он это знает он этим доволен и так вот я сегодня хочу вам показать что будет получаться если мы начнем вот так фотографировать и раз уж мы делаем такое маленькое мастер-класс то я буду также по отдельности включать один свет 2 3 4 на 4 можно даже не включать ну будем смотреть как это действует хорошо то есть я сейчас буду показывать по отдельности сначала у меня включена только одна вот эта вспышка давайте закроем это все оставим только одну дырдочку я навел заранее фокус теперь буду только фотографировать и больше ничего нажимать на курочек так вот что дала нам первая одна вспышка да ну а теперь давайте попробуем подсветить ее сверху сначала то есть дать как бы общее освещение я люблю вообще-то верхний свет хотя можно обходиться без него но мне больше нравится давайте посмотрим как повлияет вот видите он стал уже как бы сверху появился блик все замечательно ну давайте еще подключим вот этот здесь у меня всего одна шестая ступени посмотрим что изменится так чуть-чуть осветилось что не надо дело в том что я специально оставляю фон серым я не хочу чтобы у меня выбилился так-то близко стоит да я сейчас поставлю там когда мы тут будет абсолютно белый фон но у меня сразу же выбилиться края мне придется там ставить всякие разные затенители а зачем мне это надо не все равно это вырезать так и делаем финальный снимок подключаем сюда сейчас вспышку с тубусом я намеренно снял с нее все чтобы круг был побольше и вот сейчас я сфотографирую вот ребята и все теперь давайте сравним вот была первая фотография с одним следом идет вторая мы видим как вверх подсветился да третья очень слабое свечение но я говорю у меня есть это вспышка я там включил и все пускай чуть-чуть подсвечивает так и четвертая уже сделала акцент вот и все ребята а теперь пойдемте в фотошоп потому что что у нас нет времени на то чтобы фотографировать так чтобы не работать с фотошопом не работать с ров это мы оставим так называемым небо жителям а мы люди приземленные будем работать с фотошопом окей пошли потому что это тоже важно как быстро обработать а чуть не забыл ребят мне надо отодвинуть сейчас и убрать этикетку другое место ребят допустим вниз и забыл это важно почему я и фокус убрал чтобы он по новой не сфокусировался и выдал мне ту же самую картинку она все равно получит сдвиг потому что неравномерность вспышки работает это вам не генератор это вам не брон колор это обычный вагнит китайский вот так и теперь уже точно пойдем мы с вами дорогие друзья в фотошопе вот вы сняли одно и второе колечко видите поэтому мы сейчас их отправим в роб я уже с ней немножко поработал ну в чем заключалась работа что я все выделил и кликнув серое сказав что ребята давайте мы сделаем температуру правильную у меня получилось 5 450 я доволен этим золотом все нормально оно такое есть на самом деле не совсем яркое и не тускло вот такое хорошо выбрали все и теперь открываем так то же самое как всегда мы сейчас когда нам нужно один из двух сделать мы скажем что давай вот этот скрипт и в одну стопочку соберем и скажем по возможности парень соедини их так чтобы не видно было на различия так он говорит что да проверяем скачет только видите этикетка скачет ага это нам и надо так мне почему то нравится когда этикетка сверху выбирать лучше так и смотрим видите вот чем хорошо на золоте фотографировать да на позолоченном ребят это может быть даже консервная банка вот ну лишь бы не был такой ровный хороший оттенок и так как я все равно буду вырезать мне все равно какие там отражения и что здесь у меня прилипалка такая за счет того что у меня через идет через вот это белое полупрозрачный пластик да то и освещаются хорошо эти алмазы ну вы видите это никакие не алмазы это просто циркония возможно да и тому же вот чем я говорю зачем ему такое разрешение я не знаю сразу видно что камни то поставлены как попало как забили так и забили вот ну хозяин барин 2000 на 2000 он просит он их получит так хорошо все снято замечательно единственное мне надо было почистить вот здесь это от этикетки волоски лишняя работа но ничего хорошо так итак ставим сюда сейчас масочку и сразу убираем черная кисточка убираем тут видите она хорошо нам соединила поэтому никаких проблем нет отлично отлично все готово быстренько соединяем вместе и теперь делаем следующее делаем две два слоя переводим на первом слое сделаем белый зальем второй зальем черный почему потому что он ему и надо на белом на черном легче видно когда плохо вырезано допустим да вот так и вот сейчас мы это дело вырежем причем вырезать здесь просто вот когда я говорю что серый фон да серый фон то и проблем с ним нет мы сейчас вот это отсечем вот так раз 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 готово скажем ну порядка два да два пикселя должно быть в отделении и отрежем вот так сразу начнем хорошо теперь возьмем вот этой кисточкой вернее это магическая видите хорошо так это на сером замечательно но нам надо наверное так секунду да нам надо выделить вот так и сказать что выделение у нас должно быть мы можем пойти ваус вааль сказать то есть выделение канта улучшить видите они как вырезаны здесь да нам это не надо мы так немножечко помягче сделаем три достаточно в общем то да и чуть внутрь контраст да вот так все вот хорошо там наверху не очень хорошо но пойдет окей так и нажмем на так секунду наоборот контр-шифт инвертируем и нажимаем enter все смотрим да очень хорошо выделилось кроме одного места вот тут это не проблема да сразу же я сейчас возьму две тысячи на две тысячи и вот сделаю такой вот ему вырезку вот такой сделаю так и скажу давай-ка брат выелим вот все тут останется мне всего лишь ничего лишь вот это место поправить и вот это но это я возьму сейчас просто региночку тут сотру тут аккуратненько так вот так раз 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 все отлично так смотрим да очень хорошо теперь уберем вот эти вот неровности здесь все-таки пальцем залез видно две-три полоски да мы сейчас их размажем до нельзя делаем новую копию и идем в тапаз тапаз должен быть у вас у каждого очень-очень помогает да сейчас я переборщу специально потому что я сделал окей вот я даже могу еще раз пройтись чтобы совсем пятна там исчезли а был такой глянцевый я могу еще раз пройтись без проблем чего я этого добиваюсь чтобы не чисто было здесь да так сейчас мы нажмем анти поставим черную маску готово и теперь кисточкой с хорошими краями с твердыми с резкими будем белой краской это тут выделять вот так мой заказчик не требует от меня чтобы там сзади было тоже все четко все ясно да поэтому я и стремлюсь ну немножко надо меру знать естественно вот здесь не переборщить чтобы не потерял форму так это говорит о том что нам придется сюда вернуться так сейчас соединяем и тут уже с помощью чего хотите можно использовать и допустим штампик ну я больше предпочитаю вот этот размазывающий такой палец размазывающий как бы лучше работает в том плане при маленьких так развернем но меня спрашивают откуда этот появляется вдруг да вот отсюда ребят ваша видеокарта должна поддерживать так вот это opengl подел должна поддерживаться до этой галочкой тогда она может вот так передвигаться если нет то извиняйте то значит нет так так хорошо тут теперь беленький маленько постараемся так вот так раз 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 сделаем более четко так линии да у меня вы понимаете что у меня стоит планшет поэтому с планшетом мне конечно проще но при желании я могу конечно это лучше все делать но зачем ребят мы же с вами хотим деньги зарабатывать тут надо быстро работать так еще немножко помазекаем здесь чтобы смешать эти цвета ну и смотрим тут не совсем чисто еще вот так вот так вот так вот так я стараюсь для клиента чтобы он ну не находил вообще никаких там нестыковок поэтому так и отношусь к этому где слишком ярко я смешивающей кистью подделываю ну хорошо все переворачиваю два раза клиента ну вот так вот больше нам не надо можно было там еще копаться но я уже не хочу ребят честно уже больше не хочу копаться хорошо готово так выглядит очень так симпатично я вам скажу вот за счет вот этого понимаете так бы он блеклый был а вот золото дало отражение и здесь оно оправдано сейчас мы с вами перевернем так скажем вертикально ага ну заведем под низ теперь вот так сделаем следим чтобы у нас было более-менее если надо то немножко исправляем искривляем готово возьмем эти две вместе скажем ctrl t и немножечко я переборщил с этим ну вот так будет хорошо все теперь следующее этот мы сейчас закроем маской черной вот он раз и взяв у руки градацию и кругленькую градиент начинаем тут белой краской выводить вот так так и уже потом укрыстость я думаю что вот этого достаточно будет продать так проверяем на белом на белом может чуть больше чуть-чуть вот это хорошо на белом и на черном сразу можно проверить в итоге мы с вами получили очень такую приличненькую я жду от него сейчас ответа почему потому что может так получится что он останется недоволен так открыть камешками камешками я вам говорю это десятая часть спичной головки и слава богу что мой никон и его объектив сотка справляется с этим более-менее лучше чем какая-то крупная камера допустим да разрешение больше вот но в случае если вдруг он потребует сказать камушки мне не совсем устро мне бы надо так чтобы это были алмазы у меня есть алмаз так я могу его вот так уменьшить ой это много сейчас секунду ребята я понимаю что это все время ну на всякий случай вдруг у вас тоже такой появится клиент который вот вы не да положь я просто в интернете нашел такой кусочек по моему это даже 3d потому что невозможно так сфотографировать и вот тогда я здесь наставлю этих камушков ну естественно подсвечу немножко вот так и пойду их расставлять нет сначала мне надо соединить это и потом нажав ctrl alt и левую кнопку мыши я могу это спокойно тут если есть желание то я могу и разворачивать их то есть не все одинаково но это уже вообще перевор то есть вот этот кривой да кривой камушек я могу его заменить ну это уже как бы такой пилотаж который в 20 евро не укладывается это колечко стоит 20 евро в моем музыку щеку обычно я беру 25 за подобное за крутасы ну как сказать друзьям скидка то есть можно еще вот так пройтись ну мне вообще честно мне и то нравится скажем так да я не смогу сделать их прямо такими прямо красивыми но они более естественно выглядят согласитесь и так ну это решение заказчика не мое ну хорошо единственное что я наверное еще подбину вот тут вот так все готово ну вот и все дорогие друзья вот у нас что получилось на белом и на черном я думаю что должно то клиенту понравится а вам это будет помощь если вы такой заказ найдете то в принципе вам осталось заказчика найти как это делать вы уже знаете понимаете я реально вот перед вами стою зарабатываю реально деньги с этим поэтому и вам желаю того уже всего вам доброго друзья до вечера пока до вечера